А сейчас у нас Антон, который нам расскажет опыт использования Firebase, его на проекте на трех приложениях крутых каких-то. Раз, раз. Меня слышно? Раз, раз. О, тебя я слышно. На самом деле на одном проекте, но когда я узнал, что одно из моих любимых комьюнити в App Not Bomb посвятило следующим этапом компании Google, я подумал, как мобильный разработчик, какие технологии Google я использую в своей работе. Это, конечно, Google Maps. Одна из лучших карт в мире, которые покрывают все и все мы активно пользуемся и активно используем в стартапах. Мой доклад будет посвящен одному из проектов на базе Firebase. Это как баз-система. Я, собственно, буду рассказывать про backend as a service. Поднимите, пожалуйста, руку, кто у нас здесь мобильный разработчик. Прекрасно. Один человек. Ну, то есть вы можете мне верить. То, что я буду рассказывать касательно iOS, это будет то же самое для веб, только там со своими технологиями. В отличие от предыдущего докладчика, я думал, что за последние полтора года я участвовал в порядка пяти геолокационных стартапах слэш-мессенджеров. И все эти геолокационные стартапы выглядят одинаково. Нужно постоянно искать новые ниши, да. И, получается, я в пяти участвовал, они примерно все одинаково заканчиваются, но постоянно все, не сдаемся, ищем новые ниши и так далее. Один из первых стартапов, в котором я принимал участие, это была социальная сеть для любителей скейбордов. Там, получается, продукт-оунер был в Финляндии, дизайнер в Словакии, а бэкэнд-гай, он был в Боснии и Герцеговине. А я, соответственно, в Минске, делал для них мобильное приложение. И бэкэнд тогда был на… бэкэндщик был на Java, и мне, соответственно, было как до того, как появились все эти басы и облака как бэкэнд, было достаточно сложно, потому что в Финляндии Трио Фанта приходит ему какая-то гениальная идея, ее дизайнит, и потом мы обращаемся к парню в Боснии и Герцеговине, пока он это заимплементит. Проходит достаточно много времени. И как я объяснял раньше не техническим специалистам, которые хотят сделать клиенсированное приложение, что до появления басов, таких как Парс или как Firebase, для разработки мобильного приложения нужно было три человека. Это дизайнер, iOS разработчик и бэкэнд гай. Сейчас у нас, соответственно, проще. Я как мобильный разработчик могу сам делать простенький бэкэнд. И вот, собственно, бас — это бэкэнд as a service в облаке. Я сам могу там все настраивать. Бас предоставляет веб и мобильным разработчикам облачное хранилище данных, и которое позволяет интегрироваться социальными сетями, берет на себя, как правило, работу с пуш-нотификейшенами и взаимодействия с юзером. Ну, то есть мне как мобильному разработчику не интересно, что там по большому счету происходит в базе данных, в кашировании, в нетворкинге. Мне интересно, ну и, соответственно, бизнесу тоже фокусироваться на интересной части, как клиентское приложение. А что там уже под капотом — это лучше уже заоутсорсить кому-то в бэкэнд, кто возьмет на себя эту часть. Здесь представлена карта больше стартапов. Именно среди басов распространены самые, на мой взгляд, это Parse.com, который был стартап куплен полтора года назад компанией Facebook. Их тогда у них было 100 тысяч приложений, а сейчас на Parse порядка 500 тысяч мобильных приложений используют Parse. Бас. Что касается Firebase, он был куплен компанией Google где-то год назад и там было 100 тысяч разработчиков, а теперь примерно 150 тысяч. Ну и вы знаете, что бас, все понимают, что такое бас, backend as a service, да, там дальше идет платформа as a service, infrastructure as a service и все такое прочее. Значит, главное отличие и как они себя позиционируют в Firebase — это для создания реал-тайм аппликейшенов. То есть получается у нас нет такого понятия, как клиент-серверное приложение, а есть архитектура, паттерн проектирования, Publisher и Subscriber. Подписчик, то есть это получается в книге Гангунфо было описано как паттерн проектирования Observer. Когда получается, ну там пример получается, что когда мы подписываемся на газету, мы ничего не знаем о газете. И газета, когда выпускает газету, она ничего не знает, Publisher, соответственно, ничего не знает о подписчике. Firebase — это получается встроенная дата-синхронизация. Бесплатный план включает в себя 5 месяцев трансфера и 50 одновременных коннекшенов. И все в callback блоке. У нас на Objective-C есть такое понятие, как блоки. Я не знаю, у вас вебщиков тоже, наверное, такое есть. Так, как это объяснить? Ну то есть отличие парса от Firebase. У парса, когда мне нужно взять какие-то объекты, я говорю, парса дай мне эти объекты. Он мне отдает массив объектов. У Firebase абсолютно другая архитектура. То есть получается я подписываюсь и он делает что-то вроде сокета. И как только там что-то добавилось, сразу я в своем коде получу, что это получилось. Ну то есть Firebase основные платформы поддерживают iOS, Android, Node.js и другие платформы. Так, и что интересно еще у Firebase, что все хранится как JSON-объекты. Что у нас нет такого понятия, как таблицы или записи. Все представляется как JSON. Мы, получается, работаем и отправляем как... Ну вы все понимаете. Так как нет iOS-изработчиков, я понимаю, то вам не принципиально, как мы это маппим назад. Но у нас или стринги, или number, или dictionary, или array. Что касается array, что нет у Firebase нативной поддержки array. Они хранятся как... То есть Firebase добавляет такой кей, то есть интежеры от 0 до n. По лимитам соответственно в этот JSON может быть глубина дерева до 32. Такое ограничение. Ну, естественно, там нельзя добавлять точки в кейх, использовать какие-нибудь доллары и всякое такое прочее. Чтобы сохранить дату, мы просто создаем референс на Firebase и достаточно просто с этим value любой юзера. Чтобы вот то, что я получил для получения даты, то есть для... Это не идет как запрос, а дай мне какой-то, ну то есть массив объектов. А он говорит, подпишись мне на этот ивент. Он вначале мне вернет, естественно, ну то есть массив, а потом будет слушать как observer, насколько там что-то появилось. Ну и вот это вот главное преимущество Firebase, то что он действительно в реал-тайме. Структура данных, это неинтересно. И то, что он очень удобно поддерживает оптификацию юзеров через Facebook, Twitter, GitHub и Google. У меня вот прошлые backend разработчики, у них были проблемы с оптификацией, но вот эти в баз очень удобно встроена оптификация. То есть если я хочу сказать, что этот пользователь залогинился через Facebook, а потом он еще хочет добавить Twitter, то у меня эти пользователи, они будут в поле юзеры один к другому засаним. Ну то есть получается, если он даже с другого приложения зашел через Twitter, то он уже получается привязан. Очень это все удобно. И плюс есть у Firebase возможности работать оффлайн, то есть когда мы без интернета. Там достаточно хитрый механизм всего это построен. То есть он вначале хранит локально, а потом синхронизируется уже с интернетом. И, собственно, демо. Это то, что я делал… Упс. Так, как нам обойти? Егор, может ты мне поможешь? Это перекрутить на второй, да? Нет, не берет. Так, я прошу включения сейчас. Не подтянулся вот просто. Не подтянулся вот просто. Упс. Продолжение следует. 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 Ну, в общем, достаточно примитивный дизайн. Я теперь не могу закачаться вниз. Нет, это все нормально. Он прошлое продал, а это уже что-то пропало. Потому что мы iOS 8 не поддерживали. Возможно, что-то другого. Так, покажу лучше другое приложение. То есть, как я обозначил раньше, у меня идет real-time, ну, то есть все данные по сокету. Как только что-то добавилось, я сразу подписался. После этого я реализовал парочку приложений на парсе. И на парсе уже, соответственно, я каждые 5 или 3 секунды спрашивал, есть ли что-то новое, есть ли что-то новое, есть ли что-то новое. Ну, соответственно, это много запросов на сервер генерит и что-то другое. Я когда подумал, зачем нам вообще нужны real-time помимо мессенджеров, но если, допустим, после следующих акатон, который будет у IPAM, если у вас возникла такая идея, написать paintpad, ну, то есть получается рисовалку, и чтобы 50 человек рисовали одновременно. То есть и Firebase дает готовый шаблон, как это можно быстро реализовать и победить в хакатоне. Нет, это прекрасно. Следующий момент, который я хотел показать, это то, что есть у них готовый темплейт для… для, собственно, мессенджера, но который они назвали FireChat, и который я ошибочно принял за FireChat, который тот самый FireChat. Но написать FireChat на Firebase тоже достаточно нетрудно. Вы знаете, в FireChat в iOS 7, получается, появилась такая фича, как connectivity peer network, или как-то так называется. Но смысл в том, что если у нас нет Wi-Fi или нет интернета, но мы все равно хотим с друг другом общаться по сообщению. Ну, то есть FireChat, он там в Китае был как так называемая октябрьская революция. Ой, оранжевая. И когда отрубают полностью интернет, то есть все равно можно общаться. Как это… Нам для этого нужен Bluetooth и, собственно, Wi-Fi. По Bluetooth мы ищем какую-нибудь точку, ну, то есть соседей до 10 метров. Он его находит, делает внутреннюю по Wi-Fi connection. Ну, соответственно, вот мы 10 человек, 10 человек и 10 человек дальше. Ну, и, собственно, в iOS 7, ну, то есть с iOS 7 это успешно решается. Ну, там на самом деле две технические задачи. Как сделать, чтобы, если нет интернета, мы могли общаться. А второе, как сделать, чтобы, если интернет есть, чтобы они не могли общаться. И там, получается, китайцы это тоже решили. Они там, ну, люди пользовались FireChat, они написали ботов, которые просто там додосили все телефоны. То есть мы можем находиться рядом, они заходят в сеть и всех, соответственно, бомбят запросами. Так, что дальше не могу показывать. Будем считать, что демо провалилось, но все равно. Подытожим. Firebase Dashboard, то есть мне в этом виде писать, ну, то есть читать текст достаточно неудобно. То есть так как я не аффилирован с компанией Google, мне Dashboard больше нравится у Parse.com. То есть если бы я делал, мне сказали, сделал мобильное приложение, например, сайт конференции или сайт нашего мероприятия, где я буду в режиме получать все обновления о докладчиках или о новых ивентах, я бы выбрал Parse, даже потому что не технический специалист может зайти и спокойно в таблице поменять какое-то значение или какая-нибудь опечатка в докладе или что-нибудь такое. Тоже все работает, ну, то есть гораздо интуитивнее и понятно. Еще одно из недостатков Firebase'а, то, что нет внутренних push notification. То есть push notification это, ну, это достаточно сложно все это реализовывать, ну, на клиентской части. Мне, соответственно, тоже это поддерживать. Рекомендуют использовать pushover и Firebase integration там как отдельно, но это не недостаток. У Firebase'а, у Parse'а все достаточно лучше. И сейчас я не успел этого дочитать, но Firebase отлично интегрируется с Google Cloud Platform. Жалко, что у нас нет докладов про Google Cloud Platform. Там, по-моему, много всего достаточно вкусного. Там и типа Big Data запросы и все такое интересное. И загадка. Это вот стартапка, которую я делал на Бали. Там получается криминогенная обстановка. И смысл был такой, что ты нажимаешь на кнопку, и все в радиусе 5 километров, у кого есть это приложение, получат от тебя push notification. Соответственно, тут Google карта, и я могу там сделать дистанцию. И я, получается, всем пользователям этого приложения посылаю push notification. Есть еще был текст emergency contact, то есть мои близкие друзья получают SMS-ку с моей долготой и широтой и сообщением, которое я написал. Вопрос, что делать, когда нет интернета? Смогу ли я других пользователей про Netify, у кого интернет есть? Групповая динамика. Полагаю, по моему опыту, что бит-браузер тоже не принадлежит сделать, то есть это можно как? Вот это раздается. Да. Ну, то есть мы здесь… Ну, это мы не доделали. Стартап провалился, конечно. Но это там мы использовали как для отправки SMS twilio.com. Это стартап Y-инкубатора, который там достаточно успешно там по центу за одну SMS-ку, и купит номер в любой стране там за 2 доллара и потом подержит всего полдоллара. Все достаточно дешево. И у него есть классный… Ну, то есть через REST API я шлю на номер, который я купил, SMS-ку со своим ID и со, собственно, долготой и широтой, потому что даже если интернет, я знаю долготу и широту. Отправляю. Он, получается, twilio парсит мой ID, отправляет на клауд-код парсу, и парс, соответственно, всем шлет push notification. Вот такая вот шучка, которая мне очень понравилась. Вопросы, надеюсь, никого не будет. Все, спасибо. Бесплатные там до 50 коннекшенов, но сколько это примерно, когда это будет скейл, я примерно сказать не могу. Я могу сказать больше по парсу. У них раньше было тоже ограничение на количество реквестов, там, по-моему, до полтора миллиона в месяц. Сейчас же они от этого отошли и делают именно на количество запросов, то есть там, получается, до 30 реквестов в секунду. А до 30 реквестов в секунду это достаточно много, то есть даже если какие-нибудь пассивные пользователи, то есть это может быть там 30-40 тысяч бесплатно. Если это какой-нибудь мессенджер, то мы там делали так называемый секретный чат. у нас было за первые две недели две с половиной тысячи человек, и мы там, ну, то есть, это не все, конечно, активные, но мы там за лимит еще очень-очень-очень далеко было. А вот вот парс-ком, он уже не реал-тайм получается, ему надо постоянно обсуждать, да? А поспрашивать причем в профсофте там? Нет, ну просто генерируем запрос на какие-то штуки, и мы там не можем подписаться на какие-то изменения. Сколько там максимум вообще за один запрос полнотолчен? В парсе? Да, ну и диктор в парсе. В парсе там дефолтное ограничение в тысячу, а потом получается, что мы ставим этот оффсет, ну, то есть берем первую тысячу, а потом это тоже следующий запрос идет, ну, там все достаточно приятное. Ну, у них парса довольно дороговато, там 600 плюс запросов в секунду, например, да, то есть если нагрузка повыше, то 5-700 в месяц, ну, это такая... Для стартапа... Ну, это максимум, наверное. Да, это 600 плюс, там, ну... А если, допустим, еще социальный провайдер, у них только обрезионный список, нельзя какой-то там, вот если захотел, то тоже вконтакте добавить. То есть у них какой-то обрезионный список? Нет, у них есть как бы RSTPI, мы, получается, можем как-то сделать такую свою артификацию, собственно. Вот у парса немножко помучатся и... Это хорошо, пожалуйста. Парс только в США, а они в, ну, соответственно, Штаты, и в Восточной Азии, и в Китае. То есть у Firebase там очень... Ну, то есть один из самых там лучших перформансов по скорости. То есть если это вот критичная аппликация по скорости, то у меня вот Firebase работает быстрее. У меня знакомый там тоже делал какой-то стартап в Юго-Восточной Азии, и он когда рассматривал, что пока... Ну, вот кажется, что там запросы, на самом деле вот через весь мир так... Запросы идет, потом возвращается, там какие-то десятые доли секунд теряем, но это уже неприятно. Ну, из Штатов просто контакт идет, типа, респонс, по... где-то в районе старт-десяти или секунд теряем. Оно как бы еще не видно глазу, потому что до трехстар, это нормально считается, но вот это просто... У меня другой вопрос, связанный с хостинами, где они постаются, почему? Потому что у многих же есть рестрикшены на хранение данных пользователей. Других. Вот. И юзай файрбейс, любое оставляем, ну, то есть это есть у немцев и есть у россиян, в основном. Вот. Оставляя любое вне этих зон, ну, то есть поэтому угловые серваки переезжают в Россию. Переезжают все-таки, да? Да, в Gmail переезжают. Вот. Я на самом деле тоже столкнулся с проблемой, что... Мне там... Пару дней назад, да, попросил тебе просто какой-то... Ну, там, не знакомство, а просто какой-то сервис, который должен хранить лично данные россиян. Я ему говорю, вот на парсе я тебе сделаю это. А он говорит, нет, должен быть какой-то... Да, сейчас это бизнес-оппортивнити, это создавать клауд какой-нибудь, баз, конкретно для России, взять, как пример, нам, парс или... Ну, он, парс. М? Барс. Барс. Да, вполне. И не супер. И не все российские стартапы фри и остальные будут и хочется у нас очень-очень. Просто огонь баса. Я пошел писать. Все. А что там еще с этим? Секьюрити, там, там, планирование данных, я не знаю, они могут посмотреть твои данные? Чуваки, которые там, ну, Firebase, допустим, парс, они такие, сидят такие, давайте мы посмотрим, что у нас хранится. Грандомник. Или забирают переход, такой, знаешь, там, бигдата, все, два. Нет, скорее всего, если у них запросят информацию, они ее будут обязаны предоставить. По крайней мере, если они базируются где-то там в Штатах, то если у них какого-нибудь там, запросят агентство, то это они отдадут. Вопрос был на самом деле не когда спецслужба, а когда мы, у Firebase, он, по-моему, более безопасный, ну, я не смогу конкретно что-то ответить, но вот parse.com, если кто-то пишет на парсе, взломать за три секунды. Ну, не то, что за три секунды, вот на хабре была недавно статья, что мы вычисляем этот юзер-ид, и парс, он не, ну, то есть надо прилагать определенные усилия, чтобы хорошо его засекюрить. обычно это никто не делает. И мы можем каждому полю выставлять отдельные там пермишины, что вот этот может удалять, этот не может удалять. Ну, то есть, потому что, если это не предусмотреть, то у нас есть, допустим, какой-то локальный чат, мы можем зайти, ну, сообщение, мы можем зайти и туда написать от любого имени, ну, и такие же прочие вещи. То есть, с точки зрения секьюрити, Firebase, он будет более выдержан. А у тебя в продакшене крутится много приложений, которые именно используют от Firebase парс? на парсе... И платных планов сколько из них? И сколько из них на платных планах? Так, ну, на парсе сейчас из готовых два, на Firebase его выделили. Просто, как я вижу, это реально клевый инструмент, если у тебя вот сейчас нет под рукой и бэкэнда, или ты там не пишешь быстро на ноде, то вот, можно использовать. Очень быстренько для прототипа. для продакшена тот же прайсинг парса, он как бы пугает. Парса? Да. Мне больше пугает 50 коннекшенов. Ну, смотри, ну, да. Ну, парса там фрик план до 30 в секунду, остальное 100 баксов за 10 реквестов в секунду. Так, так, так. Черт, не то. Сейчас я вспомню, какое дело тут application. вот этот больше похож на истину, 3000. Вот у нас есть request limit. Аааа. Я не смог посмотреть конкретно цифру, но в общем ответ будет выглядеть так, что я бы, если это стартап, я бы стартовал все равно на парсе, если у вас больше будет 30 тысяч долларов, то деньги потекут вам рюкой, больше 30 тысяч пользователей, деньги потекут вам рюкой, и вы потом уже будете рассчитать, или вам это дополнять, или будет эффективно все-таки запилить новый сервер. Вообще на самом деле то, что Firebase реал-тайм синхронизация предоставляет, мы такой педили на моде.js, такая боль была, что лучше купить вот просто Firebase и все. Вот да, единственное, что 50 коннекшенов, а карман будет. Есть и планы. Ну все, спасибо еще раз. Кстати, еще вопрос, последний. А что с этой белагой, которая там с криминогенной ситуацией, как это вообще крутится? Не очень, там было 500 пользователей, ну то есть получается это не очень.